Ловись рыбка большая и маленькая. Дни рыбака в Ямальском районе прошли, а рыбалка осталась. В субботнее утро ярсолинцы вышли на лодочную пристань, чтобы выяснить, кто из них лучший рыболов. Ярсолинская лодочная станция в выходные принимала гостей. Там собрались любители поудить рыбу, но не ради улова, а из-за спортивного азарта. 18 ярсолинцев включились в борьбу за самый лучший результат. Кто-то с простыми удочками, другие со спиннингами искали клевое место, чтобы поразить жюри своим уловом. Многие из рыбаков именно на пристани уйдили впервые. Один из них Дмитрий. Мужчина опередил своих соперников и вытащил первую рыбу своеобразного турнира. Я так подозреваю, что это платва. Поймал ее на тесто. А у вас есть, смотрю, еще кукуруза тут. Да, есть и кукуруза. Это для другой рыбы какой-то? Да, ну для той же. Будем делать бутерброд. Другой рыбак Евгений Пуйко тоже нашел хорошее место для улова. За пять минут мужчина поймал три рыбины. Секрета нет. Евгений ловит на кукурузу, прикармливает манкой. Вы уже три рыбины поймали буквально там за пять минут. Как так получается? В чем ваш секрет? Секрета нет. Просто рыбак. Почему не на червей? Ну я на червя пробовал, вот там у меня есть. Полчаса постоял, ничего нет. Посоревноваться наравне с мужчинами пришла им Маргарита. На вопрос о своем рыболовецком опыте девушка шутит, что рыбачить, наверное, с пеленок. К этому занятию еще с детства ее приучил рыбак-отец. Видимо, поэтому Маргарита хорошо разбирается в клевых местах. Что можете сказать? Много здесь рыбы? Мне кажется, мало точно. Клевать не будет. А какая водится? Ну в основном чебайки и красноперки. Такую какую-то более крупную здесь? Нет, нет. Ну на спиннинг, если только, может, щуку. Но это в редких случаях. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что рыбодобыча – это не сугубо мужское хобби. Девятилетняя Настя на рыбалке тоже не в первый раз. Удитя находит вместе со старшим братом Иваном. Девочка надеется, что в этот раз удочка ей все-таки покорится. Занятие интересное? Да. А ты сама вот держала в руках удочку, ловила рыбу? Еще не пробовала. Пока просто наблюдала, да? Да. Ты с кем сегодня пришла? С Иваней. А как ты думаешь, сколько вы сегодня рыбы поймаете? Где-то одну или три. Иван, брат Настя, рыбак со стажем, в этих соревнованиях участвует ради удовольствия, а не для победы. В этом процессе главное – спокойствие и отдых. Я вообще, в принципе, пришел сюда просто отдохнуть. Чисто спортивный интерес. А если что-то поймаем, конечно, будет очень хорошо. После трех часов рыбалки, а именно столько времени дали организаторы участникам, настало время взвесить улов и узнать победителя. Кому-то удалось покорить реку, и она наградила их своим живым сокровищем, другим повезло меньше. В итоге на третьем месте с уловом в 1640 граммов оказалась наша знакомая Маргарита Болтроманюк. Серебро забрал Евгений Пуйко с результатом килограмм 840 граммов, а победителем спортивной рыбалки стал Анатолий Худи с самым крупным уловом – почти 3 килограмма. Чемпион делится стать лучшим, ему помогла подготовка и старый дедовский метод. Я чуть-чуть подготовился вчера. Приготовил червей и по старому дедовскому методу червяков окунул в семечки. Они пропитались семечками, и я думаю, что это послужило к победе, скорее всего. Потому что запах семечек рыб притягивает. Призерам вручили дипломы, медали, памятные подарки и денежные призы. Организатор и по совместительству автор идеи Сергей Саратета доволен тем, как прошла дебютная рыбалка. Он надеется, что такие соревнования станут в поселке традиционными. Идея спонтанна получилась. Я прогуливался по местам рыболовства, где люди ловят, и смотрю очень много людей. Я думаю, это стало пододвигло к созданию этого мероприятия. Я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем людям, которые откликнулись, помогли мне. Также и такси помогало даже с перевозкой. Огромное спасибо им. Ребятам очень всем понравилось, я думаю. Здорово посоревноваться, половить рыбу. Это свежий воздух, хорошее настроение. Следующие выходные, по словам организатора Сергея Саратета, тоже порадуют ерсалинцев. На этот раз им предложат сыграть в шахматы и побоксировать в перчатках. Все эти спортивные развлечения, в том числе и рыбалка, проходят в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни». Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Ярселе.